Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен интересному устройству, которому поможет получить 220 вольт от любого автомобильного или мотоциклетного аккумулятора, а именно инверт от компании DD Spawn, с максимальной нагрузкой 4 кВт при продолжительной нагрузке 2 кВт. Управитель также есть и с меньшей мощностью, также с питанием не от 12, а от 24 вольт и также 50 и 60 Гц. Давайте более детально рассмотрим это устройство, протестируем его на нагрузку, посмотрим что внутри и конечно же проверим насколько у него чистый синус на выходе. Поставляется вот в такой большой картонной коробке, боковины производитель дополнительно защитил толстыми кусками пена что-то там, также пупырку обмотаны комплектующие для подключения инвертора к аккумулятору автомобиля. Для быстрого подключения к клемме аккумулятора вашего авто производитель положил два довольно массивных клеммника, которые в народе называют крокодилами. В отдельном кульке находятся силовые провода для подключения к автомобильному аккумулятору, так как нагрузка в пике может достигать и 4 кВт, то провода подключения к аккумулятору должны быть толстыми. Ну тут в целом, как и провода толстые, медные, многожильные, так и в комплекте по сути два на каждый полюс подключения. Длина провода составляет 48 см. Подключение к аккумулятору можно как через крокодилы из комплекта, но если использовать такой инвертор стационарно, то лучше подключиться к клемму с помощью специальных клемм для автомобильных аккумуляторов, а провода подключить к ним через винтовое соединение. Для подключения проводов к самому инвертору производитель предусмотрел так называемых два барашка с гайками. Для быстрого подключения самое оно, но при стационарной работе провода я бы затягивал гайкой на 13 см. Из полезного в ней узнаем, что КПД нашего инвертора составляет 95%. А также пример расчета при использовании аккумуляторной 12 вольтовой батареи емкости 100 мАч. Если подключить ее к инвертору, то он может выдать около 900 Ватт и тут в зависимости от мощности подключенной нагрузки можно рассчитать на сколько часов ее хватит. Сам инвертор очень большой, но в целом с оглядкой на его нагрузку это хорошо. Размеры составляют 280 на 72 и на 150 мм, вес 2,3 кг. В целом не удивительно, весь корпус выполнен полностью из металла. В верхней части продавец отметил напряжение 12 вольт, также что на выходе будет 220 вольт и частота 50 Гц. Мелочь, но не все это отмечают. На нижней части с двух сторон по полочке две полочки с вырезами для крепления инвертор к гладкой поверхности. На передней панели расположились два основных индикатора напряжения DC напряжения вашего аккумулятора 12 вольтового или 24 вольтового, а С напряжения на выходе в розетке 220 вольт нашего инвертора. Сама розетка расположилась тут же рядом. В характеристиках розетки максимальный ток 16 АП или 3-2 кВт. Так что нагружать инвертор продолжительно необходимо не более 2 кВт. Под индикатор расположилась кнопка «включение» и «выключение», а в нижней части светодиоды индикации работ. Горит зеленый – инвертор работает и все, горит красный – ошибка – перегрузка инвертора или недостаточный заряд 12 вольтового аккумулятора. Слева и справа расположились ребра охлаждения наших компонентов, которые находятся внутри нашего инвертора. В задней части находятся два вентилятора активного охлаждения, по бокам массивные клеммы для подключения силовых проводов. Давайте посмотрим, что у него внутри. Для этого откручиваем по два винта на передней и задней панели. Металлопроизводитель не пожалел, но ведь по сути корпус является единым радиатором охлаждения. По бокам на входе находятся 8 пар полевых транзисторов TS1404A8. Прикручены они через термопрокладку и к корпусу для более лучшего охлаждения. Может коммутировать топ до 200 ампер. Рядом с ними на каждую пару по одному конденсатору емкостью 1000 микрофарад, каждый, получается своеобразный входящий фильтр. В центральной части платы 6 силовых импульсных трансформаторов. Максимально они могут выдавать мощность в районе 330-350 Вт каждая. Поэтому производитель даже на корпусе пишет, что максимальная длительная нагрузка составляет 2 кВт. Пиковая мощность в 4 кВт, необходимая для запуска кондиционера или мощного инверторного мотора, достигается за счет конденсаторов с максимальным напряжением 450 Вольт и емкостью 100 микрофарад. Между трансформаторами находятся 24 выпрямительных диода ES5G, пиковое напряжение составляет 600 Вольт. За ними 6 предохранителей на 40 Ампер. Суммарный ток составляет 240 Ампер. Силовые провода крепко зажаты, да и в целом пайка и сборка без нареканий. Кулера для отношения работают постоянно, выдувая теплый воздух из инвертора. На передней панели сделаны отверстия для циркуляции воздуха внутри корпуса инвертора. В высоковольтной цепи для получения синусоида установлены 4 Н-канальный EGBT транзистор YGW60N65F1. Эти ключи на 650 Вольт и 60 Ампер, они прикручены к отдельному радиатору через термопрокладку для более лучшего теплообмена. Пришло время протестировать работу инвертора и его возможности. Подключаем к автомобильному аккумулятору. Для этого я использовал вот такие вот клеммы, но к сожалению ошибся с размером вот этого винта. Включаем инвертор, процесс занимает пару секунд, на дисплеях отображается входное и выходное напряжение, вентилятор не запускается, что есть плюс, так как не будет лишней нагрузки на аккумулятор в режиме холостого хода. Так, замеряем напряжение на аккумуляторе, видим оно составляет 12.38, а инвертор нам показывает 12.2. Ну, немножко меньше, не критично, меньше даже лучше. На выходе у нас примерно 230 Вольт. На выходе у нас 226 Вольт без нагрузки, ну и соответственно на одном и на втором 225 на тестере. В холостом режиме в среднем ток составляет 1.2 Ампера, ну или 14 Ватт нагрузки холостого хода. И проверим на КЗ, видите, все, сразу фаут выключается, так что режим от короткого замыкания у нас поддерживается. Давайте протестируем нижний порог входного напряжения, когда сработает защита нашего инвертора, ведь аккумуляторы не любят сильный грубокий разряд. Инвертор этот может работать на диапазоне от 9 до 15.5 Вольт. 9 Вольт для аккумулятора уже не очень хорошо, но чем ниже порог, по идее, тем больше проработает инвертор, выдавая свои 220 Вольт. Давайте посмотрим на каком пороге он выключится. Для этого я беру, подключаю вот такой вот уставший старый аккумулятор небольшой и нагружу его феном. На 9 сработала защита, 9.5, насколько я увидел. Давайте еще раз перепроверим и сразу же он выключился. Давайте перепроверим. 9 Вольт. И отключить внешних потребителей, чтобы не убивать аккумулятор, к которому подключен. Еще одним важным фактором является синусоида. Для проверки я приобрел вот такой вот осциллограф, но проверить можно без него. Я создам короткое видео, где покажу, как просто проверить, чистый синус или нет. Это очень важно для работы моторов, холодильник, котел, вентилятор и так далее. Вот на картинке синим обозначена правильная синусоида. То есть такая, как в бытовой сети нашего дома. Красным и зеленым обозначены модифицированные синусоиды. Вот пример правильной синусоиды на примере нашей бытовой сети 220 Вольт. Вставляем щуп в розетку инвертора и смотрим, что у нас получается. Как видим, синусоида правильная. Тут продавец не обманул. Значит инвертор подходит для работы в доме, где есть газовый котел, холодильник и даже стиральная машина, если ее мощность меньше двух киловатт. У нас может работать с этим инвертором. И вот с таким инвертором никакой газовый котел или мотор работать не будет. А с нашим инвертором все будет работать на отлично. Я откровенно впервые пользовался вообще осциллографом, поэтому решил проверить на моторе. Вот так мотор будет работать, если подключить к сети 220 Вольт. Как видим, тихо и равномерно. Подключаем его к инвертору. Ну, как видим, ничего не поменялось. Звук никак не поменялся, дерганий, вибраций нет. Что еще раз показывает нам, что синус правильный. Ну, и схемотехника инвертора тоже указывает на наличие правильной синусоиды. Давайте проверим, когда сработает защита по максимальной нагрузке. Для этого я нагружу его чайником, мощность которого составляет 1800 Ватт. И дополнительно включу фен, мощность которого составляет 1800 Ватт. Включаем. Загудели вентиляторы. Просадка до 10 Вольт. 1,3 кВт сейчас у нас мощность. Из-за того, что 191 Вольт у нас напряжение на выходе. И включаю фен. Вот 1,6 Вольт включу горячее. 1,7 Вольт я зафиксировал, но просадка пошла по низкому. 1,6 кВт мне удалось стабилизировать. Я выключил вторую скорость вентилятора. Вот сейчас включу и быстро смотрим, какая будет. Не успела, к сожалению. 1,7 Вольт это я зафиксировал. К сожалению, у меня нет более мощного аккумулятора, чтобы проверить 4 кВт пиковой мощности. Но по сути, заявленную мощность 2 кВт мы почти-почти увидели. Тонкой линией стал мой аккумулятор. Я вспомнил, что у меня есть машина, от которой я буду запитывать дом. И давайте проверим. Чайник. 1,8 кВт. Ставлю. Включился. 1,7,5,6. То есть тут практически 1,8 кВт. Просадки никакой нет. 11,8 кВт. 222 кВт. Напряжение, как вы слышите, он сам заработал и начал закипать. Я хотел подключить фен еще дополнительно 1,8 кВт. Но, ребята, боюсь того, что банально поврежу автомобиль. Потому что больше 2 кВт не рекомендуется. Но инвертор в целом свои 2 кВт держит. Я набрал полный чайник воды. Вода холодная. Включаю инвертор. Ну, пошел закипать наш чайник. Ну, пошел закипать наш чайник. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось И подписаться на мой канал, чтобы не пропустить другие интересные ролики О системах умного и не только дома Всего вам всем хорошего Пока-пока